мои хорошие всем здравствуйте меня зовут светлана и я рада вас приветствовать на своем канале который посвящен вязанию спицами и крючком мои хорошие как и обещала вот снимаю сразу же видео про мои покупки и подарки сейчас расскажу потихонечку помаленечку то есть постараюсь ничего не забыть потому что это же дубль 2 если не 10 в общем то практика пропадает да когда долго не снимаешь ну ничего страшного думаю наверстаем так давайте сразу начну свое повествование с того что я за эти два месяца последние до летние познакомилась совершенно чудесным человеком с леной познакомились мы леночка тебе привет моя дорогая вот оказался человек очень близки мне по духу по по какому-то характеру по настрою начали разговор свой впервые в жизни связание закончили автомобилями и это круто то есть нашлась наконец-таки девочка которая может говорить про автомобили с таким же упоением как я это круто конечно это это прямо круто вот поэтому дорогая тебе еще раз огромный огромный привет вот сейчас буду рассказывать то что ты мне там подарила и где это я с обезьяничала с этим чуть ну вот об обезьяничестве чуть попозже в общем при нашей первой встрече мне лена подарила мол за знакомство да вот из этой серии мне леночка подарила вот такую чудесную ниточку как она мне сказала света это китайский кашемир в общем вот такие две ниточки но понятное дело одна основная одна основная другая дополнительная все с этой техникой вязания уже или технологии вязания как правильно сказать уже знакомы да когда вот допустим пух норки берете и к ней еще идет обязательно дополнительная чтобы там для прочности чтобы резиночку держала чтобы там не разлезалась не расползалась то есть это вот из той же серии вот поэтому мне лена подарила вот такой обалденный оттенок вот просто я даже не знаю что вы он чуть более фиолетовый на самом деле да здесь вы его видите прям бордовый а он такой вы его винным таким цветом да по крайней мере мне сейчас передает так вот я вижу до экранчик но он на самом деле вот вот здесь вот он ближе да вот на бликах на этих он более фиолетовый в общем девочки это вот такая вот замечательная нитка она очень мягкая она очень шелковистая здесь написано вообще непонятно что написано на самом деле что-то тут как-то вот знаете вот единственное что никогда не могла понять почему китайцев вот у нас получается на этикеточках сто процентов да и эти сто процентов состоят там и с того и с того и с того и с того здесь вообще 165 получается то есть 98 чего-то 2 процента чего-то и к этому еще 65 процентов прибавьте ну то есть вот я не знаю написано кашемир очень мягкая очень тактильно приятная ничка что такое 132 я тоже не знаю ну и соответственно я тут ничего не знаю я лезть в это онлайн переводчик тоже бесполезно я думаю что это дохлый номер простите меня так единственное что я здесь увидела dry cleaning ага так ну примерно короче ручная стирка это вот я поняла что такое что 120 140 градусов ну гладить на двоечке поэтому более-менее хотя бы не на единичке да то есть более-менее это может выдержать хоть какую-то температурную нагрузку скажем так да и вот такую красоту мне лена подарила на грицвета у меня десять моточков если вдруг тебе не хватит мол приезжай тебе еще дам вот и я говорю ну куда тут очень хороший метраж в одну нитку собираюсь это дело вязать пока даже образец не связала если честно как-то в голове есть джемпер но хочется чтобы он у меня окончательно и бесповоротно там уже вот материализовался полностью да то есть в голове моей чтобы я понимала что я хочу не хотелось бы испортить потому что ну просто потому что вот а вообще если честно я хочу просто обычный джемпер лицевой гладью вот так вот скучно но зато очень красиво будет и лаконично своеобразной горловиной с вырезом с имитацией вточного рукава посмотрим вот поэтому у меня десять таких моточков и соответственно 10 катушечек с дополнительной ниточкой что еще хочу сказать тут мне лена как-то говорит ну вот когда вот мы встречаемся встречались да и за одной на одной встрече она говорит я тут купила себе набор чагу и этот набор девочки от полутора миллиметров спицы и тут я задумалась полтора миллиметра спицы это же иголки у меня никогда в жизни нет что я говорю ади были когда-то давно давно я задурялась спицами в полтора миллиметра и тут я подумала блин а я тоже хочу только я не хочу набор потому что ну потому что я знаю что я ими часто вязать не буду и я такая поехала в этот же магазин в новосибирске лена сделала туда набег я сделала маленький набег но тоже купила я купила себе спицы полтора миллиметра чагу на 80 сантиметров и конечно же я их оставила дома да я их не забыла привести в мастерскую вот и я решила что когда я себе куплю спицы полторашку потому что я тоже хочу лена лена вяжет я тоже хочу попробовать ну что это такое да я думала что я героиня что я там связала себе из лора пиана до 225 диаметр спиц я думала я героиня нифига вот поэтому буду сама сама перед собой ставит еще рекорды вязать на полторашечных спицах хочу я их так потрогал они так знаете вот так вот предательски гнутся вот так но я подумала что я их ломать не буду в общем купила лена я себе купила тоже теперь тоже буду колупаться хочу как так надо же в жизни такое попробовать когда мы с леночка увиделись второй раз обменялись подарками на этот раз я уже не в наглую до с пустыми руками тогда мы вообще первый раз когда виделись я ехала от клиента то есть вот я там просто где леночка находилась я чуть такое слушайте тут что-то есть внутри какая-то это чуть такое это типа вот я думаю какой-то моточек странный я же их там внутри-то не трогал внутрях не трогала это типа бобинки мол на что намотали что ли наверно так ну что в голубых то нету ой девчонки сейчас я это вытащу вот дело принципа да вот эту штуку вытащить ладно за кадром это сделаю мне интересно вот и значит вылазь надо же было мне не ну а чё она там да это типа вот значит такая такая вот такая штука бобинка как-то мне больше нравится чтобы моточек был мягенький вот пусть он немножко разваливается но зато он мягенький вот в общем и и второй раз я уже знала что лена приехала да вот и мы с ней встретились и обменялись подарками в этот раз мне леночка подарила четыре моточка вот таких голубеньких а там тоже такое есть в общем ладно зря из белого вытащила ну пусть будет так он более мягкий стал вот это мол для формы такое четыре голубеньких и два беленьких она горит романовичу чем быть свяжешь и я придумала что это будет такой полосатик но полосатик не в несколько рядов а каждый ряд будет замена цвета то есть голубенький беленький голубенький беленький то есть вот таким вот образом хочу ему джемпирог связать вот потому что это дело пойдет и на зиму можно будет под куртку одевать в машину допустим и пойдет на весну да даже на лето пойдет потому что посмотрите какой чудесный состав у этой ниточки 60 процентов шелк 40 процентов хлопок на 50 грамм 200 метров то есть спицы 2 2 с половиной то есть самое оно то чего я тут но пытаюсь геройничать да что касается тоненьких ниточек вот поэтому дорогая моя спасибо тебе еще раз огромное спасибо тебе за то что вот как-то вот просто своим рассказом подбила меня на приобретение полторашечных спиц чагу в общем то буду вязать когда обязательно поделюсь вот это что это такое у меня так и получается да так в прошлом видео я вам показывала вот такую вот ниточку афродита от astra премиум мне эта нить очень понравилась если кто не видел да это 50 шерсть 50 акрил 250 метров на 100 грамм цвет лимон вот astra премиум это вот этот вот артикул это единственная ниточка которую я для себя попробовала вот и она мне очень понравилась я заказала точно такую же тоже на озоне в каком-то из магазинов не знаю я заказала на озоне упаковочку такого светло-серо-голубого оттенка очень красивый тон то ли сапфир то ли как-то называется но когда придет по-моему это двадцать восьмого или двадцать девятого сентября будет да в конце вот месяца придет я вам обязательно покажу вот и я одновременно уцеты заказывала но вот эти два моточка уже пришли то есть у меня вот таких желтых сейчас семь два я извязал уже вот на свитерок да второй довязываю и вот еще получается у меня пять моточков есть наличие поэтому когда я себе свяжу спокойненько свитер и я еще наверное смогу себе связать из остатков серого я думаю что останется вот как кроме свяжу джемпер джемпер да я себе еще чего-нибудь такое на ваяю только желто-желто-серого получается вот это тоже была вот это была моя покупка девочки я вам тоже уже показывала ангорское теплое для шали я приобрела но так как это покупки да я вам показываю повторно то что было куплено было куплено на самом деле четыре моточка из одного да вот он сейчас 4 4 моточка вот такая темно-темно-синяя красивая цвет джемпер джинс темный джинс 100 ой 893 оттенок вот такая красота вот вот такое вот зеленое яблоко называется 09 да вот очень красивые оттенки это вот четыре моточка я последний купила но я их покупала специально для шали вот этот марсала этикеточку я в прошлом видео показывала а вот сейчас на вот видите она просто оторвана я ее так и не прицепила так это марса нет не марсала это цикламент сороковой оттенок вот это марсала светлая марсала и это оттенок семьсот восемьдесят восемь вот вот таким вот образом вот вот это вот я все купила мне ангорская теплая от пихорки очень нравится ниточка ей приятно работать как спицами так и крючком разница абсолютно вот для меня нет она ну в принципе не путается ничего такого уж прям сверхъестественного не происходит поэтому поэтому купила я думаю что еще и буду покупать девочки а дальше я вам расскажу мне так хочется сказать фигню которая со мной произошла но просто я не знаю как это еще по-другому назвать вот это быть настолько уже скажем так выпасть из визуальной жизни вообще не следить за новинками за тенденциями редко-редко смотреть youtube вот визуальный и поэтому в общем-то въехала в пня по-другому никак не могу сказать я что тебе чего посмотрела девочки значит вяжут ниточкой газал happy fit ой и я такая ну все хочу себе такую нитку нет нет не для носочков я захотела такую ниточку чтобы связать себе плечевое изделие мне представилось что это будет очень пестренько рябенько ярко будет бросаться в глаза вот что-то такое вот у меня настроение да хочется продолжения лета в плане вот яркости чего-то такого хотя в осени тоже красок хватает в общем я вот наравне вот с этим делом думаю выпишу ка я себе две пасмочки думаю там хороший метраж две пасмы может хватить на какую-нибудь там легенький-легенький джемперочек думаю ну на крайняк еще одну пасму закажу думаю прикуплю-ка я себе happy fit газал купила выписал оплатила все довольно жду жду вот этих пасмочек приходят пасмы я достаю думаю божики они красивые но это правда девочки тут ничего не скажешь они очень красивые особенно вот это там где вот этот васильковый синий что-то меня вот на синий прибила последнее время в общем такая кручу да всем нормально написано нормальным людям свете нет ничего не написано и прям это то есть вообще абсолютно то есть вот на это вот на название внимания не обращаю то есть мой мозг отказывается это видеть и понимать что это в принципе то другая нитка тут не написано нигде happy fit ну вот ну нигде понимаете а я такая еще такая роми говорю да тут вот вот тут две пасм очки типа левый правый носок сейчас как начну вязать да такая красота где-нибудь опять-таки на тоненьких спицах вся такая понимаете уже такая вся все связала все связала на мне все красиво лежит висит вернее висит сидит блин все собрала положила вот так две пасмы на полочку и как-то просто мимо прохожу мой взгляд падает вот на это дело я беру пасму смотрю и понимаю что указаны спицы номер шесть и тут в моем мозгу начинают происходить какие-то процессы мол света стопы носочная не может вязаться на спицах номер шесть не может чё за нить я начинаю ее крутить и вижу написано стопроцентом супер вош мерина вул думаю елки-палки ну не мо сижу при этом девочки сижу роме говорю слушай ну когда это у нас носочка стала вдруг из мереносовой шерсти стопроцентной то есть ну как бы это же вот ну не для ну не ногами явно ходить дырки же будут быстро протрутся скатаются все что угодно девочки поворачиваю написано газал юникорн то есть газал единорог я понимаю что а потом я только обращаю внимание на метраж в общем слушайте я расстроилась я капец как расстроилась то есть я поняла что я купила совершенно не ту пряжу какую я планировала брать то есть вы же понимаете 200 грамм то есть ни о каком джемпере речи быть не может вообще я давай смотреть там на зоне вот магазинчики которые вот отдельно вот эти пасмачки продавали они закончились теперь только упаковками одного цвета думаю зачем я хочу вот их между собой вот так вот вот так еще то есть мало того что они цветастые я еще и хочу и с собой между собой вот это все дело перемешать девочки расстроилась сижу думаю блин чё делать а потом подумала-подумала думаю господи ну я же потом выберу просто ладно одного цвета пусть вот допустим вот этот 1330 не он очень нравится там где желтенький есть да вот это 34 вот 34 а это 1330 я думаю ну я же возьму тогда газал happy fit 1330 я посмотрела он там такой есть купить упаковку упаковку на меня точно хватит тоненькими ниточками ой спицами как хотела свяжу а вот это дело меринос от газал ровничного типа он безумно мягкий это вот просто это очень нежная мягкая ниточка и я решила что я короче свяжу две шапуле может быть даже еще и не только на шапулю хватит я хочу связать шапку себе хочу связать вот такую яркую шапку малому и допустим какой-нибудь там типа с нудика или еще что-нибудь насколько хватит вот а если не хватит то и вообще ничего вязать не буду если что там еще дозакажу такую пасму в общем девочки хотела газал happy fit взять а в итоге взяла две пасмы газал unicorn вот называется вот это из разряда смотрю в книгу вижу фигу я даже успела расстроиться понимаете но потом все-таки потрогала пощупала я просто решила что я не хочу такими толстыми спицами себе джемпер я хотела что-то легкое теплое ну в итоге я наверное happy fit просто закажу но я же говорю еще раз не на носки а мне нравится такая расцветка я себе свяжу джемпер просто вот как будут полоски ложиться по всякому по-разному вот так и будут ложиться это будет мой такой индивидуальный джемперок который не купишь в магазине вот девочки вот такая история вот что значит погружаться с головой в работу и переставать заниматься любимым делом пня въехала слушайте сумничала так сумничала поэтому даже вот от такой неожиданности у меня мозг долго не хотел принимать информацию что я что-то не то заказала то есть уже вот и на метраж посмотрела и на название посмотрела и блин и все и вот спица номер 6 были последней каплей вот ой во всем в этом деле в общем-то покупательница елки-палки купила себе не то что планировала в общем вот так девочки пусть у вас все складывается так как вам нужно пусть если будут в вашей жизни сюрпризы то обязательно только хорошие которые будут вызывать положительные эмоции если вдруг что-то пойдет не так как вот у с этой ниточкой пусть это вас ни в коем случае не расстраивает а только придает каких-то сил уверенности и возможно не знаю пусть рождаются у вас новые мысли и идеи как быть уже с той ситуацией которая есть если вас что-то расстраивает и огорчает старайтесь на это более спокойно реагировать и помните что у любой медали нет не две стороны их намного больше смотря под каким углом на все это дело смотреть там еще есть грани и так далее и тому подобное вот поэтому жизнь пусть будет многогранная не черная белая пусть еще будет много-много ярких оттенков и пусть они будут и темные и светлые и нейтральные ну и чтобы собственно говоря все что происходило в вашей жизни позволяло вам двигаться только вперед вот и все всего вам самого доброго самого наилучшего здоровья настроения будьте самыми счастливыми самыми любимыми творите вытворяйте вяжите вывязывайте завязывайте перевязывайте да все что угодно делайте главное чтобы улыбка на лице была мои хорошие до самых скорых встреч всем пока пока улыбка